Третьим конкурсным спектаклем Рыбаковского фестиваля стал «Визит дамы» в постановке Андрея Боровикова. Спектакль имеет свою историю. Режиссер долго вынашивал замысел. Материал предлагался в различные театры. У многих он вызывал опасения. Постановка осуществилась лишь спустя несколько лет в Тамбовском драматическом театре. Пьеса позволила режиссеру поработать со всеми поколениями труппы. В спектакле нет ролей, которые идут пунктиром. У каждого прописана судьба. В этой постановке решится судьба и номинанта на премию актриса России Валентины Поповой. Тысяча! Тысяча, да! Вот вам еще три тысячи! Три тысячи! Фонд помощи! Кто вам железнодорожника? Ну! Я счастлив, что мне пришлось поработать с таким мастером сцены, как Валентина Сергеевна. Потому что ее опыт, ее знание жизни, знание профессии. Конечно, все было нужно в этом материале, в этой роли. Ее обаяние, красота. Все сошлось. И поэтому сейчас, когда она представлена, помимо того, что она в костюмах от московского художника, ее царственное величие, ее характер, ее достоинство, оно, конечно, все работает на образ. И в данном случае, конечно, она королева в этом спектакле. Пьеса стилизована под ретро. Действие происходит в стиле немого кино, отчасти чаплиновская история. Своеобразно выстроена сценография. Дома в форме крон деревьев. Действие происходит словно в лесу, где автор дает намек на райский сад, где была любовь и город. Большое внимание уделяется пластике. Образ каждого героя создавался по крупице. Характеры лепились из идей драматурга, постановщика, режиссера по пластике. В процессе репетиции, конечно, мы с артистами создавали по крупицам каждую мизанцену, каждую сцену, каждый образ в спектакле. И, может быть, поэтому то, что было сотворчество, я считаю, что в этом спектакле нет разделения на главных и неглавных. Здесь все актеры очень ярко представлены. Целый актерский ансамбль. Калужский театр драмы уже хорошо знаком и с Рыбаковским фестивалем, и с Тамбовским зрителем. В исполнении труппы со сцены звучала драматургия Толстого и Островского. Не изменили классическому репертуару актеры и в этот раз. Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» показывает не только современное прочтение прописных истин Островского, но и выдвигает на первый план номинанта на премию «Актер России» Сергея Лунина. Актер каждую роль он должен доказывать. Сколько бы ему не было лет, какие бы у него не были регалии, каким бы он уже бронзовыми становился, каждую роль он должен постоянно доказывать, постоянно себя утверждать. Поэтому, конечно, это волнительно. Сергей Борисович не первый раз приезжает, номинируется. В любом случае, это очень почётно, даже просто участвовать в таком фестивале. На сцене нет лишних вещей, каждый предмет оправдан. Никаких самоваров, добротной мебели, купеческого быта, с которыми ассоциируется Островский. Интерьер в спектакле на колёсах с намёком на динамику и переменчивость. История оставила название великих только за теми писателями, которые умели писать для всего народа. И только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома. Такие произведения со временем делаются понятными и ценными для всего света. Эти слова великого драматурга Александра Островского вполне можно отнести к его собственному творчеству. Завершит конкурсную программу «Разамасский театр драмы» со спектаклем «Тень» по пьесе Евгения Шварца.